Чтобы стать миллионером, надо заработать миллион. 300 тысяч, 200 тысяч, миллиард миллионов. Черт побери, они пропали. Говорю, эй, вы где? Песочный город, построенный мной, давным-давно смыт волной. Хейтеры, о, это вообще мои любимые люди. А вот Майбах – говно полное. Это не для прессы, вот такие вещи. Из обыдого счастья. Игорь Рыбаков – самый дорогой гость Франш ТВ. Его состояние Форбс оценивает в 1,2 миллиарда долларов. Он совладелец компании Техно Николь, которая производит строительные материалы. Там трудится более 5000 человек, а капитализация компании превышает 2 миллиарда долларов. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Это одно из лучших интервью Франш ТВ в этом году. Приятного вам просмотра. И напоминаю, что наша компания Франш занимается созданием самых прибыльных франшиз на рынке. И я уверен, что когда-нибудь один из наших клиентов, которым мы разработаем франшизу, тоже войдет в список миллиардеров Форбс. Песочный город, построенный мной, давным-давно смыт волной. Мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме слез и забытого счастья. Дым на земле, вместо людей и машины. Мертвый в рыбовысокшей реке, зловодный зной пустыни. Моя смерть разрушит цепи зла, когда мы будем вместе. Ну и начнем с традиционных вопросов про Портнягин. Ловцы, ловцы покемонов, вперед. Человек из Ютьюба, он знает о чем, хочет услышать массовый зритель. Все правильно. О Ютьюбе обязательно поговорим. Но я хочу сначала, раз у нас есть такая возможность, два часа пообщаться с миллиардером, я бы хотел понять мышление миллиардера. Мне кажется, что все-таки оно какое-то есть. Оно немножко отличается от мышления других людей. Но прежде у меня есть желание проверить, насколько вы понимаете мышление других миллиардеров. У меня есть цитаты людей, часть из них миллиардеры, часть из них умерли в нищете. Я бы хотел их прочитать, и вы подумаете, проверите себя. Что мне грозит? Как вам кажется, цитата эта, это цитата миллиардера или цитата человека, который умер в нищете? Итак, первая цитата. Если вы не желаете слушать критику, пожалуйста, не делайте ничего нового. То есть это надо сказать чья-то? Это миллиардер или это человек, который умер в нищете? Нестандартно, да? Не знаю. Ну как кажется, эта мысль может принадлежать миллиардеру? Нет, ну люди, которые не любят критику или не выносят ее. Да. Конечно, им тяжело в жизни. То есть это похоже на цитату миллиардера? Нет. Это Джефф Безос. Нет? Да. Ну Безос, мой герой. Мой один из моих героев. Но не цель. Но не цель. Нет, конечно. Просто герой. Следующая цитата. Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба. Если кошелек мой пуст, я не в силах помочь в тот же час. Ну что ж, мне стоит сесть за стол, взяться за работу, и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды. Давать другим рыбу и даже удочку – это преступление. Я думаю, что нужно создавать такую среду, в которой люди обретают дееспособность, автономность и сами строят себе удочку, добывают рыбу. И тот, кто им дает такую возможность, через среду он не делает их зависимыми. Поэтому я не сторонник помогать людям. То есть это не миллиардер? Нет. Это Людвиг ван Бетховен. Он умер в полной нищете, в одиночестве в 56 лет. Следующее. Его уважаю, Бетховену, но вот жалко, что так у него случилось. Но вообще творческие люди, как правило, они не миллиардеры. В списке Форд мы художников не видим. Единственное, что я хотел, Роман, все-таки я не считаю, что… Просто мне реально не кажется, что кто миллиардер или кто живет не в нищете, то это вау или хорошо, а кто живет в нищете – это плохо. Для меня это неоднозначно, это, кстати, определение. Более того, я тебе в машине уже говорил, что у меня такого нет счетчика, что если есть достаток, то значит человек хороший. Бывают такие подлецы. Богатые или там миллиардеры. Еще каких свет не видел. Поэтому, ну вот, окей, договорились. Ну, с цитатами продолжим. У меня есть еще парочка. В каком возрасте это произошло? То есть когда вы стали миллиардерами? Первый раз Forbes когда-то посчитал. 2006 или 2007, я не помню. Они посчитали, ну, журнал опубликовали, и застали мне друзья звонить. Говорит, Игорь, ты знаешь? Я говорю, да, ты что, нормально. То есть вы жили, не обращая даже внимания на эти… Серьезно? То есть можно от этого отключиться было, и вы не знали? Там миллиардер, я миллионер. Абсолютно. То есть мы узнали о том, что Forbes что-то там считает. Мы знали о существовании этих списков, но первый раз представили это на себя, когда они сделали там какую-то оценку. Потому что мы оценивали компанию совершенно не с точки зрения, сколько она стоит, а с точки зрения там какие-то обороты, то есть с операционными показателями. То есть вы узнали о том, что вы миллиардер из журнала Forbes? Да, и мы никогда не оценивали, ну, в общем, капитализацию, то есть или капитал наш. То есть мы рассуждали там натуральными показателями, какая выручка, сколько там продукции мы продаем, на каких там странах мы работаем. И потом вдруг в нашей жизни появилась так называемая оценка нашего состояния. Тогда мы стали разбираться, из чего она состоит. Мы поняли, что это там оценка компании, поделенная там на два акционера, Сергей мой партнер и я. Ну, сказали, ладно. Сперва было непривычно, но потом привыкли. Но на самом деле это никогда не продолжает на меня оказывать никакого влияния. Поэтому когда люди говорят о том, что надо ставить себе целью что-то там войти в список Forbes и так далее, полная чушь. Кто поставил себе такую цель, первое, никогда там не окажется. Более того, с ним случится очень, обычно случается очень интересная метаморфоза. То есть я вообще считаю, что постановка цели, попасть в какой-то список, это ложная цель. Это ложная цель, потому что это вообще не цель. Это как можно ставить целью то, что является следствием. Если вы находитесь на судне, которое постоянно протекает, правильнее направить усилия на поиск нового судна, а не на заделку дыр. Слушай, ну вот это была подсказка. Это шум зала, говорит. Это золотой дождь, мне кажется. Смотри, бывает ситуация, когда я по опыту, по жизни, ну очень важно бороться за плавучесть, живучесть судна, а бывает ситуация, когда мертвую лошадь пинать бесполезно, то есть ее надо оставить. И поэтому здесь бы я не сказал бы однозначно, что по моей жизни я выбираю. Поэтому я... Есть вторая цитата. Давай. Его же. Давай, вот. Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток. Ну вот это сто процентов. Значит, принять решение в условиях непредсказуемости, быть готовым к любому узору обстоятельств, чтобы воспользоваться им. Это, можно сказать, универсальное правило не миллиардера, а дееспособного человека по жизни. Это Уоррен Баффет. Ну, Уоррен Баффет мой герой. Окей. Ну и, наверное, последнее. Отправная точка любого достижения это желание. Держите это постоянно в своей памяти. Слабые желания приносят слабые результаты. Так же, как небольшое количество огня дает небольшое количество тепла. Да, какая у тебя жажда? Тысячеградусная или комнатная температура определяет все, поэтому я вот книгу «Жажда» написал. Я назвал тоже «Жажда». Желание, жажда, огонь внутренний, да, он определяет фактически включение всех внутренних способностей и талантов человека. Абсолютно. То есть, есть универсальная сила, и разбудив в себе огонь желание, огонь жажды и увеличив его на большую величину, то есть, включив амбицию, можно добиться невероятных вещей и, соответственно, наоборот. Будешь лежать сидним или как это? Сидеть сидним, лежать лежним. Если будешь умным, но внутреннего огня не будет, то ничего не будет. Так что? Да, это сказал какой-то очень человек с большим достатком. Это сказал Наполеон Хилл, автор множества книг о саморазвитии, успехе, в том числе книги «Дума и богатей». Ну, либо бизнес-тренер, да. Да, он умер в бедности в возрасте 87 лет. Да, кстати, очень интересный вопрос. Смотри, есть люди, которые собирают, что сказали другие люди, и они действительно транслируют в результате про успешный успех. Про журналисты? Про журналисты, блогеры, рассказчики, сказочники, да, они собирают то, что говорят другие люди, видя поверхность, видя то, что снаружи, и вообще абсолютно не представляют, что внутри. При этом видимость такая, что они абсолютно знают, что внутри. Вот Наполеон Хилл, у него есть прекрасные книги, которые выглядят как будто бы человек, который их написал, он много чего по жизни и по бизнесу знает. но практически ни один писатель, писатель книг ничего про бизнес не знает. На мой взгляд, бизнес и жизнь это то, когда ты проживал сам и сумел выразить это словами, звуками, вот. И любой тот человек, который слушал других людей, как другие рассказывают, свои выражения, но сам не проживал, очень интересно. Синтез этих книг он оказывается абсолютно бесполезным для других людей и зачастую даже вредным. То есть это похоже на набор цитат, такой, знаешь, 256 правил успешного успеха. Ничего не узнаешь? 7 правил, 7 навыков высокоэффективных людей. Кто это написал книгу? Стивен Ковид. Да. Стивен Ковид достиг хоть чего-то в жизни? Вопрос. Ну, в жизни имеется в виду. У него отличный бизнес по продаже книг написан. Супер. Кстати, у того чувака, который написал «Волшебная сила утра» книжку, у него вообще волшебная сила утра каждого утра, потому что он с утра смотрит, чек, сколько книжек продалось. Но у тех, кто утром выполняет советы, его там, рано встает, чистит зубы, бежит на зарядку и так далее. Ну, можно просто попрашивать людей, многие так делали. Практически ни у кого ничего не случилось, то есть не это важно. Важно что-то другое. Мне иногда кажется, я знаю, что важно. Но иногда я теряю эту нить. Знаешь, в том-то все и дело, что надрыв, который создается у людей из-за постоянного назначения себе ложной цели, это есть очень разрушительное действие. Это есть насилие, причем насилие такого рода над собой, которое психологически уродует человека. Вы прошли через это? У вас были постановка цели, где вы были истощены прямо и выполнением. Да. Я только потом, когда я понимаю, что это ложная цель, ну, например, я тебе скажу, одна из самых ярких, например, задоминировать полностью какой-то рынок. Ну, однажды мы хотели получить 20% в рынке, сделать 30%, потом 40%, потом 50%, потом у нас получилось 60%, потом мы захотели весь рынок собрать. И сколько бы мы не забирали рынок и постоянно инвестируя, инвестируя, мы каждый раз удивлялись, что мы всегда откатывались на 60% или там даже 50%, а иногда даже 40%. И мы не понимали, почему так происходит. А потом до меня дошло. Как бы вот мир так устроен, что-то там в любом случае вариации начинается, флуктуации, и это ложная цель абсолютно задоминировать что-то. Ложная цель. И когда ты к этой ложной цели идешь и бьешься, и бьешься, и не получается, мы себя говорили, знаешь, мы не умеем, мы что-то не так делаем, да все мы так делаем. Просто цель ложная была. И мы себя истощили в этом походе одно время, очень сильно. И слава Богу, ну или там, я знаю, проведению, был наставник у нас, он нам дал сигнал, говорит, ребята, если ваша цель приводит к вас к истощению и не дает вам энергии, это ложная цель. И с тех пор у меня есть инсайд. Посмотри, сформулируй свою цель, а теперь послушай себя и посмотри, если она наполняет тебе энергией, тебе хочется дышать, жить, работать, двигаться, это истинная цель. Если она приводит тебя к истощению, опустошению, апатии, подавлению и так далее, возможно, это не та цель. Ну, не твоя цель, а навязанная. Навязанная ты в каком поле формировал себе цель? В поле интерпретации других людей? В поле интерпретации от успешного успеха? Поздравляю. Давай. Чего ты обслуживаешь? То есть, ты свое я обслуживаешь? Ну, ты сам или ты, впав в поле чьих-то интерпретаций, вдруг начинаешь действовать то, как тебе объяснили? Здесь вот вопрос. Очень много людей попадает под влияние других людей и даже не знают, что они находятся в очень уязвимом положении. То есть, они выполняют какие-то вещи, они борются, они пытаются достигнуть чего-то, но все это время это не их цель. И если посмотреть, что вы чувствуете, спросите их, ребят, что вы чувствуете, они, практически каждый говорит, мы истощены, мы не получаем удовлетворение, у нас нет жажды, мы как роботы, мы пытаемся куда-то биться и каждый день все хуже и хуже. Я говорю, ну, смените цель. Да и вообще, я тебе так скажу, цель это не главное. И те, кто говорят, что цель главная, те просто не понимают ничего. У вас есть специальное отношение к бизнес-тренингам, к инфобизнесменам, у вас был батл с советом, но вопрос не об этом. Они часто говорят, что бизнес запустить очень просто. Нужно выбрать нишу, нужно где-то найти деньги, нужно запустить трафик и дальше, видимо, тун-тун-тун-тун профит. Ваш подход к этому отличается от того, что говорят инфобизнесмены практически все на тренингах? Ну, первое, про инфобизнесменов. Да. Дело в том, что в начальной школе, ну, в обычной общеобразовательной школе есть так называемые учителя начальных классов. Ну, там, два плюс два, алфавит. И понятно, чтобы пойти в какую-то, не знаю, среднюю даже школу, ну, нужно уже знать хотя бы алфавит. Для того, чтобы проделать путь, нужно научиться ходить. Или что, ну, мосты обычно строят поперек реки. Да, или там, не знаю, ну, чтобы стать миллионером, надо заработать миллион. Ну, вот такие, да, простые вещи. Ничего не узнаешь. Фразы, которые, в общем, у всех проводников успешного успеха, они, ну, как бы, в арсенале активны. и самое главное, грех не соглашаться с этим, потому что для начального уровня, для начальных классов школы, это действительно, ну, как начальный, базовый уровень. Самых простых вещей. Чтобы пройти 100 метров, надо хотя бы один шаг разучить. Ну, да, то, но то, что там, после этих 100 метров, тебя ждет успешный успех, тачки, машины, благодать, жизнь, прибыль, и тттт, вот это обман. Представь себе, просто представь себе, что ты пошел в горы, высокие горы. Вот недавно я был в Гималаях, в Непале, да, и вот мы идем в горы, в Третьнике. Мы пошли в горы, тысячи метров, две тысячи метров, набор высоты, кислорода меньше, нам все тяжелее, тяжелее идти, мы реально задыхаемся, некоторые ребята прям, ну, задыхаются, им дают кислород, там, 3 500, 3 800, некоторые ребята уже начинают, прям, ну, все, их там, рвет, их там, 4 500, тех, кого рвет, их уже оставили в базовом там лагере. Ты идешь, идешь, и чем выше ты держишь свой путь, у тебя нет пути назад, ты не можешь, как, скажи, такси, остановись, я выйду и здесь пойду. Нет, ты, занеся свое тело в гору, ты должен так рассчитывать энергию и силы, чтобы оттуда вернуться, пешком, на своих ногах, потому что, если ты вдруг перестанешь идти, то твои коллеги, кто идут с тобой, они должны будут тебя нести, а в условиях отсутствия кислорода и все уставшие очень, им тебя не донести, и вероятность, что ты погибнешь, ну, просто погибнешь, но она увеличивается с каждым шагом, а в бизнесе та же самая история, что если человек, который стартует, изначально не настроен на усердный, длинный путь и впахивание, впахивание, и впахивание, преодоление и впахивание, ну, вероятно, его ждет кислородное голодание, кислородное голодание, как минимум, а иногда и травмы, несовместимые с жизнью, поэтому некоторые люди, отправляясь в путь, я не знаю, что они там делают, квартиры закладывая, беря кредиты и так далее, ввергают себя в такое состояние, из которого, ну, потом очень сложно выбраться, поэтому, я бы не сказал, что инфобизнесмены при этом врут, они просто не договаривают, вот примерно так. Сейчас много миллионеров пришли в YouTube, людей с большим финансовым результатом, с большими компаниями, бизнесами, не инфобизнесмены, люди, которые там из реального бизнеса, а вот в частности канал Big Money, Евгения Черняка знаете? Да, я слышал. Смотрите? Нет, не смотрел. Посмотрел вот только одно когда-то про маржу, Диму знаменитый, зачем-то взял, унизил жестко, зачем? Черняк, так достаточно в агрессивной манере, ведущий интервью, зацепил Диму и стал его, значит, волочить вот так. Ну, ну что там? Получается, тот редкий случай, когда вот попала щука, так сказать, на крючок. Знаешь, мне сложно комментировать это, потому что и Черняк, на мой взгляд, он талантливый бизнесмен. Он вышел в YouTube пространство и скоро мы с ним встретимся и тоже поговорим. Очень, так заочно мы сто раз уже знаем друг друга. Для него был важен этот разговор с Димой. И по данному эпизоду я бы не стал судить ничего, ни о Черняке, ни о Портнягине, реально ничего. Сам по себе этот эпизод, мне кажется, является доказательством того, что YouTube увеличивает свое влияние на людей, на детей, на юношу, на взрослых людей. Это цифровое пространство будущего и все больше людей приходят в него, и Черняк, и я, и так далее, осваивают его. Мы в нем поселились. если раньше я боялся этого пространства, ну реально боялся, я думал, что там такое непонятно, ну боялся, потому что я там не жил, то теперь я живу, и вот это главное достижение, мне кажется, что все такие хайпы, вот такие плюшки, они увеличивают, еще больше увеличивают яркость данного нового пространства и привлекают новых и новых реальных бизнесменов в это пространство. Меня всегда удивляло, как могут люди платить миллион рублей за интеграцию в Инстаграм, Фост какой-то и так далее. Но я раньше этого не понимал, я сейчас понимаю, что это факт. То есть, понимаешь, я как бы, я подумать не мог, что за интеграцию какой-то там, можно собирать 3 миллиона рублей. А сейчас я понимаю, что это новая реальность, я столкнулся с ней не так давно. Я до сих пор эмоционирую по этому поводу, я думаю, блин, ну вот, хорошо, у меня на канале нету пока платных интеграций. Надо ли это делать? То есть, я еще не понял ничего, сейчас нету, а надо ли, а как с этим быть, что почем? То есть, на самом деле... То есть, теоретически можно рассчитывать на интеграцию платную в будущем на канале Рыбакова? Давай так. А сколько будет стоить? Я, конечно, сделаю одну интеграцию для проверки, потому что я ничего не делаю, выводы, ни про что не делаю выводы без, знаешь, без попробовать, но давай так вот, представь себе, приходит, например, Мерседес, придет и скажет, Игорь, вот тебе сто тысяч евро, сто тысяч евро, сделай выпуск, что Мерседес, что-то, я скажу окей, Мерседес, интересный бренд по репутации, у меня три Мерседеса, один из них, Майбах, он меня, честно говоря, достал, он сыпется на ходу, поэтому я честно расскажу, что Мерседес, это клевый бренд, вообще, известный бренд, и все, но вот, у меня три Мерседеса, Купе-Эс, значит, вообще супер, Джейлька, ну просто вау, а вот Майбах, говно полное, я честно об этом расскажу, за сто тысяч евро, почему нет, и эти сто тысяч я отправлю в благотворительный фонд, рыбаков, на программу целевые капиталы в школах, в школах, феноменальное открытие, которое мы сделали с Катей, это что в каждую школу России можно превратить в центр социума, где будет совершенно другая среда, нежели сейчас, конфронтация между людьми, я таким образом осуществляю фандрайзинг, то есть для меня ютуб-канал и клип, который я сейчас делаю, например, я сейчас снимаю клип, это способ привлечь внимание к благотворителям и филантропическим программам, которые я делаю, и как внимание, так и деньги, это феноменально, возможность, я теперь ее имею, почему мне не собрать эти деньги от Мерседеса, у которого есть 100 тысяч за промоушен, забираю и отправляю на филантропический программ. Феноменальная штука, я буду через ютуб делать фандрайзинг. По ютубу, вот вы говорили, что вы боялись туда, на это пространство войти, как вы относитесь к хейтерам? Хейтеры, о, это вообще мои любимые люди. Когда на первое видео хейтеры пришли, и очень конкретно, 20 тысяч дизлайков, так сказать, поставили, где-то так. Много, много, да. Я сперва впал в такое очень большое расстройство, причем даже больше, чем расстройство, это был такой... Депрессия. Да. Расстройство было даже больше не от этого, а больше от того, что люди, которые меня окружали, стали мне говорить, Игорь, ты занимаешься полной херней, смотри, сколько дизлайков поставили. Значит, первое, я поставил большую зарубку, что мне нужно менять мое окружение. И сколько людей были вычеркнуты из него? Несколько. Особо яростных людей, которые хотели обо мне позаботиться. Я говорю так, я о себе позабочусь сам, а информационное пространство, этот мир, который сейчас развивается, цифровой, я буду осваивать. и даже если мне больно, и даже если мне как-то там, это обычная история, потому что, ну как, я знаю, что вход в любой бизнес, это очень больно. И там очень больно. И поэтому от того, что мне больно было выходить в YouTube, и это было, это не значит, что я должен оттуда зайти и выйти. Это означает, что я должен идти на эту боль. Я должен продолжать. И поэтому уже через 3 дня, когда я так отлежался, или через неделю, я не помню, я сделал выпуск, где предложил всем хейтерам, которые пришли, что я сделаю, выберу самого лучшего хейтера или там несколько самых лучших хейтеров, и самый лучший хейтер возглавит школу хейтеров. Потому что я сказал, ну что вы хейтите какими-то однообразными, убогими словечками. Ребят, окей, давайте возьмем лучших из вас и сделаем школу хейтеров. Знаешь, что случилось потом? Они перестали приходить. Я не знаю почему, я говорю, эй, вы где? Черт побери, они пропали. Я до сих пор не реализовал эту мечту, поэтому давай, если этот комментарий выйдет... Предложение в силе? Предложение абсолютно в силе. Создать школу современного хейтера. Вы готовы проинвестировать в ней? Конечно. Недавно видел ваше блистательное выступление на сцене Comedy Club. Расскажите о том, как это все произошло. Позвонили ребята из Comedy Club, говорят, давай замутим что-нибудь интересное. Из отдела продаж Comedy Club? Нет, Ань, ну ты там была. Деньги не платили. Не платили? То есть, это было бесплатно? Нет, позвонили продюсеры и говорят, мы хотим сделать на тему бизнес-тренеров Тони Роббинс, Тони Ревенс. Ну что-то они так сказали, я говорю, ну присылайте синопсис, мы посмотрим. Потому что, если это будет по ценному саму коду, потому что у меня есть что сказать про современных бизнес-тренеров. И они прислали синопсис, я посмотрел, говорю, я в таком деле согласен принять участие. И все, и приехал к ним. И мне кажется, мы хорошо отожгли там. Да, кстати, а ты как считаешь, нормально? Просто это был первый опыт такого публичного. Да, вполне. То есть вы там, понятно, что вы выучили этот текст? Нам дали как бы эту сценку, и мы там... Нет, было весело. Однозначно, для первого выступления это было круто. А какой эффект это вызвало? Я теперь познакомился с Артуром Джонни Бегяном, значит, с огромным количеством резидентов комедии, там расширил свои коммуникационные поля, и теперь мы там дружим, встречаемся, планируем совместные проекты, музыкальные. Прежде всего меня интересует творчество, то есть способность выражать то, что у тебя есть. У меня много чего есть, короче, я сейчас дорвался до способности это выражать в виде звука, сочетания слов, танца и так далее. Дорвался реально, я кайфую. То есть возможно вы выйдете в телек таким образом? Да невозможно, а точно. У вас есть охрана? У меня? У меня есть оберег. Вот этот? Да. А, что это такое? Это два целующихся феникса в виде знака бесконечности. И откуда он у вас? Мне подарил его один друг. И что он сказал при этом? Это будет тебя защищать? Он сказал, что у меня есть такой же, я хожу, я теперь лаки-мен, и у тебя, Игорь, теперь все будет лаки. С тех пор я думаю, дай проверю. Я и так был лаки. Я одел, и ничего не поменялось. Значит, я думаю, наверное, действительно, оберег работы. Серьезно, миллиардное состояние, охраны вообще нет? Ну, слушай, что ты называешь охраной? Ну, это служба безопасности, люди, которые там построены. Ну, да, и так вот. Есть то, что невидимая часть, то, что вот мы сейчас сидим, мы не видим, но это есть. Я просто даже сказать об этом не могу, потому что, когда я скажу, значит, оно работать перестанет. А есть видимая часть, которая является элементом такого антуража. Обычно люди охраной, ну, вот этим словом, называют элементы антуража. По большей части, открою секрет, все вот эти элементы антуража, они не несут в современном мире никаких таких защитных свойств. Это скорее элемент подтверждения статуса, крутости там, или чего-то, ну, каких-то таких, или ролевая игра. Когда по театру, по театру надо так. С точки зрения современных систем нападения или превентивного обезвреживания, ну, слушай, это вообще никакой рули не несет. Поэтому, ну, вот, давай так. Ноу-коменс по поводу того, есть ли здесь что-то, да? А вот про физическую, так сказать, охрану, я тебе сказал, что это часто бутафория. Окей, но с точки зрения предпринимателя, другого, да? То есть, что сейчас может сработать в этом плане? То есть, на что стоит обратить внимание, если обычные там дядьки-качки уже не работают? Задай себе вопрос. Ну, то есть, ты можешь задать, любой зритель наш, да? Можешь себе задать вопрос. Из кого состоит окружение общественное? Из тех людей, с кем мы на двухсторонней связи? Я сейчас только не буду говорить про друзей, там, товарищей, вот этих, не надо, да? Говорим так. Это люди, с кем у меня отношения, да? Или люди, с кем мы нейтрально, да? Или там очень много оппонентов, или дальше идем, очень много врагов. Люди, у которых очень много врагов, то есть, они очень много кого кинули, подставили, и их много, в свою очередь, кто-то кинул, подставил, да? Они находятся в такой ситуации, что куда бы они ни пришли, куда бы они ни приехали, где бы они ни были, и в каком бы хоконе бронебойном они ни находились бы, вероятность, что их настигнет возмездие или какая-то, ну, там, месть или что-то, она очень большая. Вне зависимости от того, сколько систем бронебойной там защиты у них есть. Просто количество агентов, которые хотят, ну, что-то такое, подлое и разное там сделать, но оно огромное. Самое интересное, что в этом случае срабатывает следующее. Обычно в кругу, вот, ну, вот ты сейчас здесь сидишь, да, вот у тебя есть просто крот. Легко. Слушай, выкупить, выкупить любого человека, кто вокруг тебя сидит. Вот ты посмотрел, да, туда-сюда? Да. Либо, либо моя служба безопасности, да, она уже завербовала одного из своих ребят. То есть по сравнению с известным нам стереотипом общественным по поводу, ну, телохранителей или каких-то ребят таких стройной формы физической охраны, ну, который является элементом стиля. Ну, когда, видишь, там, чувак на стиле. Там, гелик сзади, да, там, ребята, ну, ну, это неплохо, нехорошо. Это просто элемент стиля. Вот. И сколько других элементов существует? Внедрение, превентивка и так далее. Просто на самом деле даже, ну, можно не перечислять, просто их существует очень много. У них совершенно разная глубина. Вплоть до того, зная, откуда ты сегодня утром вышел, куда ходил и где был вчера ночью. И это все, ну, это все гораздо больше говорит, ну, как бы, больше дает так называемые, ну, так, big data, то есть большие данные по вероятности наступления тех или иных, ну, нежелательных событий. Конечно. Окей. Так, у нас стал... Мне кажется, слушай, это не для, это, это не для прессы вот такие вещи. А то сейчас, а? Или нормально? Круто было, мне кажется. Ну, вы же ничего и не сказали просто. Вы сказали, что no comments. Вы недавно были в Екатеринбурге и одной моей коллеге, хорошей знакомой, Ольге Чебыкиной, давали интервью. Она не успела задать вам один вопрос, и, ну, я решил, почему нет, вопрос должен быть задан. Она, значит, прочитала в вашей книге «Жажда» в разделе «Благодарности». Там было много благодарностей, она, в частности, ее зацепила благодарность маме Нюсе, то есть вашей бабушке, которую вы благодарите за девиз «Не пищать». Расскажите, откуда этот девиз и что он для вас значит. Да, «Мама Нюся» — это «Мама Нюся». Обычно мы называли бабушкой, да, бабушкой Нюся, но мои родители звали мою бабушку мамой, и так повелось у нас, что все, и внуки тоже звали бабушку мамой Нюся. она была дважды заслуженный учитель всех заслуг, которые возможны. Работала на двух работах, взращивала трех детей. Мой дед умер очень рано. Вот. Ну и это такая была очень строгая, серьезная женщина, никогда ни на кого не повышавшая голос, а всегда говорящая такие слова, вот, «Это надо сделать». И почему-то все шли и делали, то есть она никогда ни на кого голос не повышала. То есть она была вот уникальным человеком, который мог каким-то своим энергетическим полем отправить людей, которые не хотели что-то делать, чтобы они пошли и сделали. Ну, это какой-то огород спахать. Вот мы постоянно там хотели на пруд побежать, да, но она нам говорила, «Стоять!» Мотыги взяли, пропололи картошку, а потом на пруд. И мы шли, мотыжили эту картошку. Вот. Ну и в моей жизни, и так как я в Карбулаке, в Базарном Карбулаке, в селе провел очень много времени летом, и даже один год в целом провел, потому что у меня была там аллергия меня на один год, спасаясь от аллергии. Один год я прожил полностью в Карбулаке. На меня, конечно, очень сильно повлияла аура этой замечательной женщины. Ну и коронным наржением ее было не пищать, потому что когда приходили ребята, ее ученики или ребята-соседи, которые рассказывали о тяготах жизни и каких-то не очень приятных вещах, когда они жаждали сочувствия, сопереживания и так далее, а Манюся всегда давала им поддержку в виде такого короткого сказанного слова, какой-то поддержки, и в конце в виде напутствия энергетического, говорила, не пищать, взять в кулак. Ну вот сейчас бы говорили сопли в кулак, намотай и так далее, но вот мне, например, не нравится это слово, то есть она как бы девальвирует, значит, что у кого-то сопли, значит, кулак мотай, то есть это делай, не бойся, давай, свери волю в кулак и вперед. И на современный лад я называю ее слова следующим образом. Я знаю, что родители и взрослые всего-то должны научиться выработать навык, применить волю, включить свое мышление. Это все, что необходимо для успешной жизни. А девизом, ну, триггером, таким девизом, для меня лично является вот эта фраза, не пищать, не пищать, давай, тренируйся и вырабатывай навык применить, волю включить свое мышление. Все. Вы перед записью интервью показали мне пару треков, дать послушали, в разных стилях совершенно, то есть это невидимая, да? Да, чтобы слышно, не задаешь ли ты вопросов, не нужно. Короче, вы решили, да что такое, ну все, давай, давай, все нормально, все хорошо. Вы решили заняться музыкой активно, ну, в смысле, вы до этого играли на гитаре, я так понимаю, и пели, а сейчас решили выйти на сцену с каким-то проектом, расскажите об этом, то есть, что это за проект, это что, концерт, олимпийский? Да, слушаю, интересный вариант, то есть я не то, чтобы решал выйти на сцену, да, артистическое начало во мне всегда было, и так или иначе, один трек, второй, по фану, я записал, потом пришел парень, говорит, слушай, давай клип сделаем, я говорю, давай, и так мы сделали, первый в мире благотворительный клип, когда я интегрирую людей за деньги, свой клип, и деньги эти отправляю в благотворительный фонд. Соответственно, зреет такая картина, что скоро будет концерт или скоро будет выступление, опять же, задача, которая будет привлекать людей, выступать перед ними, говоря какие-то слова и делая какие-то звуки с гитарой или без, занимаясь фандрайзингом, продавая билеты и опять отправляя деньги в благотворительные фонды. Но главное не это. Главное при этом, я прямым образом взаимодействую с аудиторией, значит, на ютубе или в инстаграме я взаимодействую онлайн, а здесь я взаимодействую в зале. Конечно, зал в этом смысле предоставляет огромное преимущество по сравнению с онлайн. Это энергетическое поле и это аура. И теперь, почему музыка? Дело в том, что музыка это универсальный язык души и можно говорить много слов, объяснять, любое объяснение это в неком смысле доминация. Если я тебе сейчас что-то буду объяснять, значит, получается так, что я понимаю, ты не понимаешь, это либо активная доминация, либо пассивная доминация. Конфликт такой, да? Да. Не всегда люди готовы к этому. Многие говорят, слушай, что ты мне объясняешь, я тебе сам объясню. И поговорили, да? И вот они начали выяснять, кто просто. А музыка это такой универсальный язык души, когда ты вроде поешь музыку, ты вроде читаешь рэп, ты вроде, ты просто разговариваешь. Если эти вибрации с аудиторией совпадают, здесь можно чуть-чуть типа говорить. И вот получается, что комбинация музыки, когда 80% музыки театра и 20%, а может быть даже 10%, это какие-то смыслы и практики. Я просто заметил, что именно такая комбинация на концерте, ну, на выступлении, она, ну, она лучше работает, то есть люди больше получают вот этой энергии и это как бы такой называется пакет, то есть более точный пакет, который соответствует настройкам внутренней души человека. И я пришел к этому экспериментальным путем и сейчас стремительно дорабатываю набор вот этих музыкальных треков, чтобы уже выкатить так называемый продукт под названием концерт Игоря Рыбакова. Можете сыграть нам что-нибудь, какую-нибудь одну песню? спеть. Да, конечно. Мама, да? Давай, ладно. Давно не виделись, я, как всегда, по делам с утра не заезжал, давно знаю, мам, как ты там? Уже весна, уже растаяли все снега, помнишь наизусть маршрут, выезжаю до тебя, помнишь, мама, те самые теплые дни, горели ярче огни, и весь мир был для нас одних, помнишь, мама, делали все, что могли, все, что любили, жили, принимали, не было крепче родни, помнишь, мама, я вырастил, этот путь не один, ты помогала мне для тебя, я и был этот огромный мир, еду до тебя дорога, скатертью постелена, ты для меня родная, целая вселенная, давай мы вместе сядем, и просто помолчим, ты знаешь про меня все, ведь я твой сын, ты подарила жизнь, и открыла дверцу радости и счастья, моему сердцу, где всегда спокойно, и всегда тепло, где тепло в глазах, это мамин дом, где нет печали, нет злых языков, где только яркий свет, и в глазах любовь, где всегда спокойно, и всегда тепло, где добро в глазах, это мамин дом, где нет печали, нет злых языков, где только яркий свет, и в глазах любовь, любовь, любовь. Спасибо. Это недавно для мамы я, ну, сочинил, кстати, очень интересно, как пишутся такие песни. Это собственного сочинения, да, полностью? Ну, то есть, по сути, я какие-то наброски, слова, мысли, отрывки, фраз, видео, присылаю моему напарнику, его зовут Игорь, музыкант, и он компилирует это дело в текст. Не крутой. Это вот парень такой, я имею в виду Игорь крутой, Не Игорь крутой, но он крутой по своей сути, то есть, ну, он тоже крутой, по-своему, вот, и, по сути, он мне выдает компиляцию, дальше мы сидим, уточняем эту компиляцию, и так появляется стих, который содержит в себе малейшие вот эти вот аберрации и тона, которые, мои, и дальше мы придумываем, ну, музыку подбираем, какую-то аранжировку там, вот, и это очень здорово, потому что это мое проживание, мое все, это очень здорово. При этом мне помогают многие люди, которые в этой области большие профессионалы, это очень здорово, поэтому, смотри, как очень много вещей можно в жизни сделать, привлекая партнеров, и вообще, в связи с этим я открыл очень простую истину, она простая и сложная одновременно, что самое главное в жизни, ну, для успеха, это взаимодополняющее партнерство. Ничего человек, вот, сам по себе, вот, не может, а с партнерами, с ближайшими партнерами, с дальними, но он может все. Да, в конце концов, даже человек сам по себе, это синтез всех окружающих его людей, точно. Кто его окружает, это некая творческая комбинация особенностей окружающих меня людей, это есть я. Вот я один, не могу ничего, а вот с партнерами я могу все, поэтому любую задачу я теперь могу решить, любую, могу даже на Марс полететь, да, просто при этом я понимаю, что все, мне нужно найти, моих взаимополняющих партнеров, с которыми мы будем строить космолет на Марсе. Это очень удивительное открытие, и теперь смотри, как это работает, если, например, мужчина ищет женщину, да, или женщина, девочка ищет, мальчика и так далее, смотри, вот они ищут, да, ищут партнера, ну, там, жениться, там, и так далее, они ищут некую, в их воображении, идеальный партнер, это вот, и они его ищут, и чего? и не находят. Мальчики ищут принцесс каких-то там, да, не находят, девушки ищут, наверное, принца, и тоже не находят, и не найдут. Поэтому, ребята, ну, я скажу, ребята, забейте, вы никогда не найдете подходящего вам партнера, ни для жизни, ни для бизнеса, никогда. И что теперь делать? Не надо искать подходящего, надо искать потенциального и строить партнерство, чуть-чуть видоизменяя себя, то есть, твой потенциальный партнер немножко будет видоизменять себя, ты немножко будешь видоизменять себя, и вы вместе построите новую сущность партнерства. Вот эти, подход жизни, да, создание нового партнерства для того, чтобы на Марс полететь, или песни написать, или клип записывать. Вот сейчас я вот еду тренировать вот этот свой концерт, чтобы завтра его отыграть на трехлетие рыбаков фонда, да? Все это, все это происходит потому, что я понял, открыл для себя одну простую вещь. Все, что мы хотим сделать, все это делается не путем того, что я пошел это делать, нет, я начинаю с того, чтобы найти правильное партнерство. Создать, не найти, а создать правильное партнерство. Это очень сложно поверить, но это очень хорошо работает. Саша, ты хотел вопрос задать. Ты же это вырежешь? Ну, естественно, это все. Да, мой вопрос целиком, да. Игорь Владимирович, на самом деле, такой вопрос. Сейчас очень, и в том числе, благодаря и БМ, благодаря Аязу, сейчас огромное количество предпринимателей, в предпринимательство пошли люди, которые даже, может быть, в другое время не стали бы предпринимателями. Я, например, дожил до 40 лет и не мыслил, когда бы то ни было стать предпринимателем, а в 40 лет внезапно понял, что вот, да, это вот то, чем надо заниматься. Да, пойду предприму. И таких людей очень много, и молодых, и старых, и бабушки в 60-70 лет делают бизнес. Так вот, ну, прям, какое-то предпринимательство стало в России национальным видом спорта. И это, на самом деле, очень круто, на мой взгляд. И люди запускают бизнес и очень быстро доходят, ну, условно говоря, до, там, 300 тысяч рублей, до 500 тысяч рублей, до миллиона рублей, там, кто-то, там, может быть, до двух миллионов рублей, и останавливаются. То есть, есть вполне такой вот понятный, понятный, какой-то стеклянный потолок, и вот дальше, ну, буквально единицы выскакивают. Да. Вот есть ли какая-то, какая-то, не знаю, техника, стратегия, вот что-то, что помогало бы таким предпринимателям прокачивать свое масштабное мышление? То есть, понятно, что это мышление, то есть, ты просто не видишь каких-то возможностей, проходишь мимо каких-то возможностей для того, чтобы вырасти выше, не замечая. Хороший вопрос, он позволяет мне дезавуировать некоторые мифы, мифы и легенды Древней Греции бывает, тут есть мифы и легенды предпринимательского инфобиза. Общераспространенный стереотип, это все могут все. В общем и целом, я его сейчас в целом подтверждаю, но на самом деле дезавуирую следующим образом. Все действительно могут все, но каждому наилучшим образом подходит что-то свое. Кому-то играть на скрипке, кому-то быть врачом, кому-то быть дворником, кому-то пасти овец, кому-то быть инженером, конструктором и марсоходы какие-то запускать. У каждого есть своя ненормальность, своя особенность, своя склонность, свой талант. Эксплуатируя и развивая который, полагаясь на который, он достигнет того состояния души и тела, которое ему нужно для счастливой жизни. В основе счастья, в основе реально счастья и удовлетворенности от жизни лежит то, когда внутри тебя вот такое состояние. Я специально не говорю слов, я его показываю. И оно никак не связано с деньгами. 300 тысяч, 200 тысяч, 50 тысяч, 10 тысяч, слушай, миллиард, миллион. Вот это состояние осознанной творческой свободы, вот этого внутреннего такого хорошего состояния, оно вообще никак не связано с деньгами. И поэтому инфобизы предпринимательские, которые продают курсы молодых бойцов предпринимательские, у них заинтересованность продать больше пакетов. Если ребятам сказать, что ребята, не всем это подходит, вы как бы, ну тогда... Ну а тем, кому точно подходит, человек понимает, что надо больше, но бьешься и все время откатывает. Ты еще мне задаешь вопрос, я тебе говорю, ты уверен, что ты понимаешь? Или это чья-то интерпретация и твое понимание возникло в поле чьей-то интерпретации? Я про себя могу сказать. Я часто попадаю на понимание, которое во мне сформировалось не потому, что я все проверил, а это была чья-то интерпретация. Это к вопросу о тех людей, которые, ну прям вот они думают про себя, что они обречены сказку сделать былию в плане того, что вот 300 тысячам недостаточно, а им миллион подавай, или 10 миллионов. Ну, подождите, а может тебе на пути начертано быть флористом, художником и кайф получать от узоров цветных, цвета, от улыбок людей, которые, да? Нет! Я был на БМ, и мне объяснили, что я предприниматель. Ну хорошо, ну хорошо, иди попробуй. Но если нет, ну попробуй что-то другое. То есть смысл такой, ты главное не упирайся куда-то прямо вот в кровь, да, и не погибай там, потому что, ну гибнуть не надо. Мы созданы как люди, мы созданы для жизни и для нахождения нашего ненормальности или нашей особенности, да, и построения нашей, именно на основе нашей особенности своей жизни. То есть надо найти свою особенность. И поэтому я так люблю так называемых корпоративных предпринимателей, интерпренеров, или так называемых жизненных интерпренеров, ну то есть те, кто строит свой жизненный путь, исходя из предпринимательства себя. То есть каждый раз я предпринимаю себя и выбираю для себя путь, не предначертанный мне кем-то, не использую ничью интерпретацию, прокладывая свой путь. я, разбуждая в себе жажду, огонь, горение, читая книгу «Жажда» от Игоря Рыбакова и подписавшись на YouTube-канал Игоря Рыбакова и на Instagram Игоря Рыбакова, разбуждая в себе жажду, посещая концерты Игоря Рыбакова, разбуждая в себе жажду, я сам прокладываю свой путь туда, куда я сочту нужным, необходимым и так далее. И ни один инфобиз, какой бы силы он ни был, и даже Тони Роббинс с его утверждениями, что чтобы стать успешным, нужно добиться успеха, не может меня свернуть с моего пути, который я строю сам, потому что у меня жажда. Это моя внутренняя, моя личная энергия. Она во мне, она внутри. Это было круто, спасибо. Давайте подарим одному из наших самых, видимо, счастливых зрителей книгу с вашим автографом, книгу «Жажда». Кстати, она есть в книжной версии, в электронной, значит, она есть в аудиоверсии, я сам ее записал в виде звука, то есть, ну, как, аудиодорожка, да? 30 часов, представляешь? Писал, проживая заново и заново. Поэтому, конечно, ее надо прочитать, просмотреть, а я бы так сказал, не прочитать, ребята, прожить. И поэтому это вовсе и не книга «Жажда», это индуктор. Индуктор пересборки себя в поле опыта других людей. Я использую книгу «Жажда» для себя, когда хочу принять сильное решение. Я всегда начинаю листать книгу «Жажда» и нахожу тот момент, где я уже был в сложной ситуации и вместе с другими людьми я принял очень сильное решение. Эта книга это не книга, это индуктор мой, это настройщик мой, это мой собеседник, листая которой я вхожу в состояние, когда я могу принять очень обогащающие решения. Что такое обогащающие решения? Ну, это выгодные решения, это те, которые меня поднимают, меня расширяют в противовес невыгодным, обедняющим решениям, которые меня сужают, делают меня маленьким, вот таким вот, и в результате я сжимаюсь и умираю. Все, книга «Жажда» это для тех, кто хочет быть, кто хочет себя чувствовать вот так. А чувствуя себя так, человек выберет быть ему предпринимателем, бизнесменом, он выберет себя, в какое направление ему себя предпринять, музыкальное, творческое, художественное и так далее. Или, может быть, в направлении социального творчества, может быть, он филантрак, может, он хочет создавать общественные организации, которые, там, волонтерские еще какие-то. Кто знает. Пусть сам человек, разбудив свою жажду, прокладывает свой путь. Жизнь – это опыт в пути, ребята. В пути, то есть, где внутри нас горит тот самый огонь жажды. Поэтому читайте книгу «Жажда», смотрите, индуцируйтесь вирусом этим, пропитывайтесь и все у вас будет нормально. Йоу! Руки, ноги, дэнс, голова бум-бам, моя башка похожа на какой-то баблгам. Кто-то жрет таблетки, а кто-то колется. Я лично бухаю, но могу ускориться. В небо, в небо, в небо, в небо. Здесь я был, а там я не был. В небо, в небо, в небо, в небо. Здесь я был, а там я не был. Путевку в небо получить очень быстро. Вышел на улицу случайный, блядь, выстрел. Кто-то жрет таблетки, кто-то колется. Я лично бухаю, но могу ускориться. Е! Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк, а пока вы это делаете, я вам расскажу, как выиграть целых две книги Игоря Рыбакова с его личным автографом. Что нужно сделать? Нужно написать комментарий или вопрос Игорю Рыбакову, либо, если вы уже прочитали книгу «Жажда», то написать краткое эссе по этой книге, что вам понравилось, для кого вы рекомендуете эту книгу, какие основные выводы и мысли вы почерпнули из этой книги. И, собственно, мы выберем двух авторов, кто задал лучший вопрос, самый интересный, самый вдохновляющий, и кто написал самое интересное эссе по книге, и каждый из них получит книгу «Жажда» с личным автографом Игоря Рыбакова. Мне кажется, это очень крутой приз, так что постарайтесь. Итоги подведем мы уже в 2019 году, в самом начале. Мы уже для вас приготовили столько крутого контента, отсняли такое количество интервью. У нас начнется год просто очень плотными, интересными, очень вдохновляющими людьми, историями. Поэтому классно отдохните с наступающими вас праздниками. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить вот следующий выпуск French TV. И увидимся с вами уже очень скоро, потому что как только закончится этот выпуск, тут появится несколько окошек, куда вы можете нажать, перейти, посмотреть наше другое интервью, которое мы записали, которое вы вдруг пропустили. Так что не прощаюсь с вами, увидимся в следующем выпуске. Пока!